В преддверии празднования юбилея Великой Победы телеканал Тверской проспект продолжает серию репортажей, посвященных героям Великой Отечественной войны. Каждую неделю мы рассказываем вам об одном человеке, свидетели тех страшных лет. Герой сегодняшнего сюжета Борис Иванович Воробьев, который встретил войну в Оржеве. Про таких, как он принято говорить, сын полка, однако сам Борис Воробьев с этой оценкой не согласен. Великую Отечественную войну ветеран встретил в родном для него Ржеве в 10-летнем возрасте. Хорошо помнит первые бомбежки, после чего тяжелейшие недели оккупации. У нас на этом самом на горе они установили три зенитки, дальше в горсаду, виселицу, памятник Ленина сбросили с постамента, по периметру Ржева организовали конституционные лагеря. В один из таких немецких концлагерей только уже в Смоленской области попал и Борис Воробьев. Из родного Ржева он был конвоирован вместе с матерью и братом. Брата немцы угнали с собой при отступлении, а Бориса Ивановича вместе с матерью в феврале 1943-го освободили солдаты Красной Армии. Практически сразу семья вернулась в Ржев и с трудом узнала родной город. Воронки обугленные, как говорится, и дома, и самые столбы на проводах висят, заминировано тоже всё это самое дело. Определённый какой-то устойчивый запах, как говорится, гали и так далее. После возвращения Борис Воробьев начал работать на благо армии, занимался ремонтом техники, обустройством быта и любой другой работой. А когда стало ясно, что Советский Союз переломил ход войны и погнал врага на запад, 12-летний Боря Воробьев вернулся на школьную скамью. После окончания войны пришло время устраивать мирную жизнь. Воробьев ослужил пять лет на морфлоте, получил образование, начал заниматься профессиональной деятельностью. Спустя годы общественная и партийная активность сменилась творческой. Вот уже 23 года Борис Воробьев — бритон в одном из хоров Твери. Сейчас репетиции временно приостановлены. Виной тому угроза распространения коронавируса. Впрочем, ветеран не унывает и уверен, что победа и над этой заразой будет одержана. Обязательно победим. Но вот я боюсь, как бы не перенесли день победы. Победить, кого мы только не побеждали. Обязательно, конечно, победим. Все это пройдет. Таким уверенным в завтрашнем дне оптимистом Борис Ивановича знают и в ветеранском объединении. Один из самых активных и творческих людей, рассказывают те, кто с ним знаком. Мы всегда приходим во дворец культуры, смотрим, как он выступает у нас в поле. Поэтому человек он очень активный, замечательный. И мы очень гордимся ему. Когда состоится следующее выступление хора «Тверские голоса», в котором задействован Борис Воробьев, пока неизвестно. Но сам ветеран надеется, что это будет уже очень скоро. Субтитры создавал DimaTorzok